Произошел взрыв с левого края батута, там, как сказала свекровь, там был хлопок, взрыв, очень громко, и резко начало пламя охватывать все, то есть в секунду. Я поднимался на четвертый этаж пламя, когда произошел взрыв, после чего пошел очень густой дым. Я поднимался на реке, я поднялся уже на четвертый этаж и вижу, как очень густой дым задымляет уже почти весь четвертый этаж. Я выбегаю от лифта, и толпа меня просто сносит волной по лестнице. Пока я бежал по лестнице, видел, как люди падали, потому что их сталкивали просто. Некоторые маленьких детей совсем, которые были с родителями, которые сами бежали, их сталкивали, их практически втаптывали, их поднимали и бежали с ними. Они все, некоторые были раздеты, потому что там, допустим, на батуту кто-то брызгал. Вот мы уже выбегаем на улицу, там оставшиеся люди выбегают и закрывают дверь с задней стороны, где находится ярче, там постоянно люди проходят чаще, чем с другой стороны. И вот они закрывают эту дверь, и выбраться уже оттуда никто не может. Потом, как вот мы выходим на улицу и видим, что через две минуты, как все, ну, мы вышли уже всем, уже обустается воздух, где зимний вишний, видим пожар. Начинается очень большой пожар с задней стороны, где находится вентиляция, то есть, где трубы сами стоят. Оттуда полыхает сильнейший огонь, идет черный дым и живот, это, скорее всего, химия была чистая. И там кто был, уже наверняка не выжили, потому что такого, там где-то, если дышаться таким, то можно сразу же умереть. В общем, потом был очень большой огонь, потом на лицевой стороне начали лопаться окна, то есть, окон там мало было. Потом люди начали выходить на крышу, там же, получается, вроде как два выхода на крышу со стороны, ну, со стороны, как над сауной, когда там убрались люди, со стороны, где находятся сами трубы. Даже если люди выходили с стороны труб, то они уже не выжили, как минимум, потому что там все полыхало, крыша потом уже обвалилась, их может туда занесло, но там были трупы, скорее всего, потому что людей остались вне вишни еще очень много, и они пытались выбраться. Потом, на самом деле, трупов было намного больше, чем показывать по новостям, потому что только в одной детской группе, там была детская группа, там сдавали детей, там, с утра до вечера, там, дети, некоторые дети уезжали, там было человек, 40 детей, выбежали, спасли только где-то четверых-пятерых, потому что, вот, как я видел, там, плакала мама, она завела, да, 8 детей, не знаю, ее не ее назвало, а 8 детей, а вывел только троих, остальные там остались, она за глазах плакана, потом я... зимняя вишня начала полыхать, потом огонь перешел на саму крышу, и мы узнавали все новые информации от пожарных, когда они еще не скрывали. В общем, когда они обошли только две комнаты на третьем этаже, когда они тех людей забирали, они нашли где-то около 60 или 70 трупов, потому что они уже не считали, они их уже перешел. Сказали, что возле котельных, ну, как так и, вроде бы, называется, где находятся трубы, там было около 20, ну, то ли рабочих, то ли охранник, ну, которые следили за всем, они сразу погибли, потому что их взрывность иссла. Вот. Потом, сама крыша, где люди стояли на сауне, их не могли забрать в течение 30 минут. Почему-то их просто не забирали. Скорая была, то есть пожарная была, скорая была, то есть пожарных не забирали, почему-то они стояли, ждали. Они их не забирали. Сначала приехало только две машины пожарные, и потом, скорая не могла заехать, люди собственными силами отталкивали машины, чтобы приехала скорая. Потом, в общем, в самом начале, когда прогремел взрыв, там, прогремел взрыв с самой дальней стороны, где находится детская железная дорога, кафе и батут. В общем, сразу там, кто был, в тот момент, они сразу погибли из-за взрыва. Потом, там еще был аттрацион, который, как рейнджер, я не знаю, называется, он, короче, крутился. Там были дети на нем, их не вытащили, их просто оставили и убежали. Потом, с катка выброс человека только 3-4, может, как я видел, потому что каток тоже, знаешь, сразу же загореть. Дымом за дымом, все этажи закрыло за дисплеер. Там дерев, рабочий состав. Я находилась в кинотеатре в этот момент, в первом зале, в самом большом. То есть мы сидели, смотрели фильм, спокойно, не чувствовали ни запаха, гари, ни звуков, криков, такого, чего не было. Потом к нам резко вбегает женщина, говорит, быстрее пожар украдите отсюда. Мы, как бы, ну, весь зал не придал такого большого значения. Он просто собрал, уже начал собрать вещи, потому что там в коридоре был видно такой-такой легкий дымок. Когда вышли уже в коридор, я повернулась голову в сторону детской зоны. Там уже было все в огне, и в дому были видны мамочки, которые бегали в поисках своих детей, и был слышен плач. Также, потом, когда уже пошли вот сам вот на крестницу выход, то есть там уже не было ничего видно. То есть ты шел в слепую, у тебя и кашель, и... В такое короткое время там все завалило дымом. А уже дома, когда мы начали разговаривать со свекровью, что все-таки там произошло, тут меня просто охватил ужас, потому что взрыв произошел рядом с ребенком, со старшим. Когда он прошел вот это испытание, где у меня видео выложено, он остановился на балке, чтобы пройти следующее испытание. Произошел взрыв с левого края батута. Там, как сказала свекровь, там был хлопок, взрыв. Очень громко. И резко начало пламя охватывать все. То есть все... И почему не поставили лестницы вовремя? И почему были двери заперли? На четвертом этаже, где обнаружили десятки тел. Целый класс был, 11 лет у ребятишка, весь класс был в кинотеатре. Она позвонила по телефону, идет ты, мы никого найти не можем. Ни один пожарник не поднялся наверх. Встречали всех внизу, но на первом этаже потом их видели, когда уже было поздно. Хотя с таким оснащением они могли... У них ничего не горит, у них всякие аппараты дыхательные, специальные. Они могли подняться изнутри, начать тушить. Ну почему-то вот ждали распоряжения, говорят. Из Москвы до половины шестого. В четыре все началось. 20 минут мои друзья из фитнес-зала, из души их попросили. Они убежали сюда. Абсолютно в нижнем белье сели в машину. И пожарники никому не помогали. У вас друзья там были на месте? Да, у меня друзья спаслись. Я еще пока погибших своих знакомых очень будем с нами. Мы с подружкой проплакали вообще, что сейчас в наше время можно сходить в супермаркет, в торговый центр и не вернуться оттуда. Ну и также сегодня в соцсетях распространялась информация о том, что сотрудники Следственного комитета России берут с родственников погибших подписку о неразглашении. И вот Следственный комитет прокомментировал информацию, что тела погибших при пожаре в Кемеровском торговом центре отдают родственникам после подписания документа о неразглашении. Как сообщается в телеграм-канале Следственного комитета, подписание такого документа предусмотрено уголовно-процессальным законодательством и продиктовано прежде всего интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших, добавили в Следственном комитете. Это только может быть кто опознанный. А по настоящему моменту сегодня больше 300 человек. Все морги Кемерово заполнены. 50% детей погибло. Представьтесь еще раз к тому. Я врач линейной бригады скорой помощи. А теперь говорят, что где-то на Южном уже 200 могил выкопали, чтобы спрятать трупы. Начинается митинг? Да, конечно. Да там ничего людей не останется, я не говорю. Если человек сказал, что 300 есть погибших, значит человек нет. Этот человек должен назвать себя. А я сказал? Я назвал. Я врач линейной бригады скорой помощи. Субтитры сделал DimaTorzok